Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Сегодня хотелось бы доложить основные направления бюджетной, экономической и социальной политики Омской области на 2014 год. Хотелось бы отметить, что бюджетная политика Омской области на 2014 год полностью предопределена двумя стратегическими направлениями. Первое – это исполнение майских указов президента Российской Федерации. И второе – это переход к активной фазе реализации стратегии Омской области, принятой в июне этого года. Мы исходим из того, что активная социальная политика Омской области направлена прежде всего на рост благосостояния и увеличение заработной платы работников бюджетного сектора. Это учителя, врачи, работники дошкольного образования, работники культуры и другие. Прежде всего, мы для себя ставим это основным приоритетом и главной задачей следующего года. Сразу скажу, что данное направление, конечно же, для нас является очень затратным. Около 80% бюджета будет уходить именно на эту деятельность. Но при этом мы понимаем, что таким образом нам необходима жесткая нацеленность на реализацию стратегических направлений, установленных указами президента и нашей стратегии. Для этого в следующем году мы будем вынуждены сократить иные направления расходов, в том числе приостановить и некоторые стройки. Но поставленные задачи перед нами требуют этого. И в числе приоритетных направлений расходов по майским указам обеспечение садиками детишек в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году мы проработали по 13 объектов, в том числе 3 уже построили новых детских садика. А в следующем году нам предстоит построить еще 14 детских садов. Это очень напряженная задача. И по данному направлению мы активно привлекаем частных инвесторов, готовим сегодня площадки, ведем переговоры по организации концессии. Успешных и масштабных проектов в Омской области с частными инвесторами пока немного, но мы понимаем, что для этого нужно еще работать. И в рамках концессионных соглашений мы сегодня планируем привлечь около 10 миллиардов рублей, расходы на обслуживание у которых еще в бюджете не заложены. Потому что мы их на сегодня просчитываем экономическую составляющую, чтобы как можно меньше задействовать бюджетных средств. С учетом необходимости обеспечить финансирование названное выше направление, а также с учетом того, что объем дефицита приблизится к максимально допустимым бюджетным кодексам 15%, нам нужно четко понимать, что больше денег и средств брать мы не будем. И если объем заявленных средств в этом году составляет 52% от доходной базы, то в следующем году мы выходим уже на уровень до 70%. Мы сейчас можем в соответственности сказать, что это предельные величины. И дальше увеличивать наш госдолг мы не можем. Нужна кропотливая и системная работа по повышению эффективности и введению жесточайшего режима экономии. Данная работа в следующем году коснется всех без исключения министерств и подведомственных учреждений. Причем сэкономленные средства мы будем предлагать направлять прежде всего на обеспечение дополнительных потребностей по майским указам и на финансирование бюджета развития, необходимого нам для формирования тех точек роста, которые завтра станут доходами областных и муниципальных бюджетов. Для этой цели я поручаю Министерству экономического блока правительства организовать планомерную работу по снижению издержек и внедрению методов бережливого производства, в первую очередь на находящихся подведомственных областных предприятиях. Требую от руководителей всех без исключения министерств, подведомственных организаций, во всех секторах, независимо дорожное это хозяйство или культура, в ближайшее время в инициативном порядке развернуть работу по снижению издержек, повышению эффективности и борьбе с воровством и черным рынком. Требую избежать при этом формализма и борьбы за чистоту мундира. Сразу хочу сказать, что данный фактор будет одним из решающих в оценке деятельности руководителей в следующем году. С худшими мы расстанемся со всеми отсюда вытекающими последствиями. Помимо этого остростной задачи, повышение роста доходной части бюджета всех уровней, давайте внимательно посмотрим, где есть соответствующие резервы для этих целей. Насколько, например, оптимально организована система пассажирских перевозок, как в области, так и в городе? Все ли платят при этом законно установленные налоги? По моим данным, здесь есть резервы и наша задача их получить. Я буду просить наши компетентные федеральные структуры обратить внимание на такого рода вопросы. Это сложнейший масштаб работы, и я не мысли ее без активной позиции наших ключевых руководителей, министров, глав муниципальных образований, руководителей областных и муниципальных предприятий и просто неравнодушных простых омичей. На первый план выходит инициативность, проактивная позиция. Я предлагаю в ближайшие три месяца разработать соответствующую нормативную базу, которая бы позволила реализовать проект, так называемый в формате народного бюджета. Такой опыт уже есть в некоторых регионах Российской Федерации. И когда обычные граждане могут по установленной процедуре при поддержке бюджета реализовывать интересные для жизни омичей проекты. Например, в дополнение к тому перечению, который нам определен к 300-летию города Омска, я не имею ввиду при этом стройки, мы могли бы профинансировать лучшие проекты, предложенные омичами, по подготовке к этому празднованию. Источником народного бюджета также может стать работа по снижению издержек. Главы муниципальных образований сами должны стать непосредственными участниками реализации стратегии развития области. Сейчас идет большая дискуссия о роли муниципальных образований, о повышении эффективности в муниципальном управлении. Давайте признаем, можем ли мы, например, себе позволить в районе области с 27-тысячным населением человек больше депутатов, чем в миллионном городе. Нет. Я считаю, что мы не настолько богаты. Я уже дал поручение о подготовке соответствующей законодательной инициативы, но без понимания и без вашей поддержки мы вряд ли сможем добиться успеха в этом сложном вопросе. Обращает на себя внимание статья знаменитого омича Юрия Яковлевича Глебова, которая называется «Нужны ли Омской области 32 нахлебника?» Вопрос уже предполагает и сам ответ. Нам нужны успешные районы, нам нужны муниципальные программы, которые должны четко коррелировать с той стратегией развития, которую мы определили для себя. Я также рекомендовал бы привлечь к разработке и обсуждению таких программ саму общественность, экспертов, бизнес и самих активных граждан, которые готовы сегодня давать предложения, которые можно не просто услышать, но и внедрить. Через систему краусорсинга, например, как это было сделано при обсуждении стратегии. Предлагаю завершить эту работу до конца первого полугодия следующего года, чтобы мы могли оценить и по возможности учесть те наработки каждого района в своем бюджетном цикле. Но, как говорится в народной мудрости, легко завести лошадь в озеро, но не заставишь ее пить. Можно о многом говорить на областном уровне, но если не будет понимания истречного движения снизу, больших результатов достичь будет невозможно. Особо скажу при таких серьезных ограничениях в расходной части бюджета о роли частных инвесторов в развитии экономики и социальной инфраструктуры. Мы сегодня находимся в предельно конкурентной ситуации, даже, сказал бы, в борьбе за частные инвестиции с другими регионами и странами. Мы сильно стоим в этом вопросе, а это колоссальный ресурс для развития повышения эффективности. При этом мы рассчитываем на поддержку инвесторов в вопросах развития социальной структуры и, прежде всего, на селе. Но для того, чтобы успех был достигнут, нам нужно учиться работать с инвесторами, нужны базовые знания. Конечно, нужна инициатива и большое желание, которое будет нами поддерживаться. При этом главы муниципальных образований должны тоже понимать, что это их зона ответственности, в том числе. Если, например, ко мне пришел глава Азовского района и сказал, что он готов привезти инвестора, но с инвестором нужно поработать. Инвестора нужно привлечь, дать ему понимание, что областная власть заинтересована. Конечно же, мы отложили все свои дела и с коллегами все вступили в диалог с этим инвестором. Сегодня он уже готов работать. Это просто один из примеров инициативности главы района. Я бы хотел, чтобы таких инициатив со стороны муниципальных образований было как можно больше. Хотелось бы сказать несколько слов о текущем 2013 году. В плане экономических трендов и в плане исполнения бюджета год идет, конечно же, сложно. И все-таки я не склонен однозначно негативно оценивать развитие нашего региона. Безусловно, есть и снижение показателей, но есть и движение вперед по ряду важных для нас направлений, которые были определены в послании прошлого года. В целом, по году в промышленности прогнозируем рост не менее 3%. Это больше, чем результат 2012 года – 102,3% и выше оценок среднероссийского показателя – 100,7%. В результате увеличения гособоронзаказа, реализации программ техперевооружения в этом году идет улучшение ситуации в организациях оборонно-промышленного комплекса. У них значительно выросла производительность труда, загрузка мощностей и, как следствие, прибыль. При этом хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в регионе собрано более 3,6 млн тонн зерна. Однако показатели эффективности бизнеса ниже прошлого года. И в первую очередь, конечно же, это произошло за счет роста убытков. В большей степени это коснулось производства напитков в результате падения национального рынка этой продукции. В ряде других ключевых секторов региональной экономики не показывают высоких темпов и прошлого года. Под влиянием сложившейся ситуации просела динамика поступлений в консолидированный бюджет региона по налогу на прибыль. Частично компенсировать падение удалось за счет принятия мер по увеличению производства подакцизной продукции. При этом хотелось бы сказать, что все-таки, что сделано и что нужно сделать для реализации стратегических направлений. Прежде всего, нам нужна новая экономическая политика, в основе которой, как я уже сказал выше, нацеленность на реализацию стратегических задач, эффективность, экономия и проактивность. Уважаемые депутаты, что конкретно предлагается в рамках этой политики? Первое. Уже реализованы те законодательные инициативы по развитию региональной системы поддержки инвесторов. Такая система, по сути, является новаторской и стимулирует бизнес не только к развитию действующих производств, но и к созданию новых. Естественно, эта система не может быть статичной. Работа по ее совершенствиям должна идти постоянно, при этом не по принципу догонки ситуации, а на опережение. В настоящее время идет разработка стандарта деятельности органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионе. Начинает работать инструмент развития инвестиционной деятельности. Это корпорация развития Омской области. Сейчас, например, корпорация занимается проектами строительства по концессии детских садов. Это не только первый опыт для Омской области, но на нас отыгрывает и пилотный проект по всей России, и ведется подготовка к освоению 20 новых площадок. Второе. Для размещения новых производств подготовлено 50 инвестиционных площадок с готовой инженерной транспортной инфраструктурой на землях областного и муниципальной собственности. Но иметь паспорта сегодня, я думаю, недостаточно. Сегодня нужно обеспечить и вести целевой поиск инвесторов, чтобы все понимали, что это не личный проект правительства Омской области, а всех заинтересованных в этом лиц. Для максимального вовлечения в оборот инвестплощадок необходимо оптимизироваться и местным администрациям. Главам поставить приоритет поиск заинтересованных компаний, бороться за инвестора, обеспечивая максимально короткие сроки административных процедур и согласований. Развитие муниципальных территорий – это ответственность местных властей. Инвестор придет туда, где обещания не просто исполняются, а где заинтересованность демонстрируется делами. Только в таком режиме совместной работы благоприятный инвестиционный климат перестанет быть просто словами, а будет являться визитной карточкой Омской области. Дополнительно обращаясь к ресурсоснабжающим организациям, поставьте в приоритет реализацию собственных инвестиционных программ для создания необходимой инженерной инфраструктуры, направленной на создание новых производственных мощностей. Мы все ответственны за экономический рост в регионе, и развитию производительных сил не должно быть препятствий. Третье. С крупными компаниями региона должны быть заключены стратегические соглашения, которые позволят привлечь дополнительные инвестиции для реализации, в первую очередь, инфраструктурных социальных проектов и проектов в сфере ЖКХ. В транспортной отрасли уже есть сегодня практические шаги. Недавно было заключено соглашение о реализации проекта по строительству сети станций газомоторного топлива со структурами, входящими в систему УАО «Газпрома». На новую фазу выходят взаимоотношения с федеральными промышленными холдингами. Наша цель – развернуть их стратегию во внутрь Омской области, направить их на максимальное развитие омских компаний. Принятые федеральными стратегиями, к сожалению, готовились и принимались без учета многих наших интересов. Мы должны ликвидировать этот пробел, заинтересовать их руководство в развитии омских площадок. Мы понимаем необходимость и готовы реально помогать нашим директорам предприятий совместно бороться за дополнительные заказы. Чтобы интересы области учитывались, мы обращаемся к главным организациям о необходимости включения в Совет директоров омских предприятий представителей правительства области для участия в стратегическом развитии наших промышленников. Четвертое. Нам важны партнерские отношения с бизнесом. Мы об этом сразу заявляли. И область готова брать на себя обязательства по поддержке предпринимателей при условии исполнения ими своих обязательств. Мы видим большой потенциал в использовании государственного частного партнерства. И в этом нас поддержал президент Владимир Владимирович Путин на заседании Государственного совета по вопросу повышения эффективности бюджетных расходов. Нам нельзя твердый курс на частные инвестиции в бюджетной сфере. Для нас это абсолютно понятный тройной эффект. Во-первых, это государственные бюджетные сферы, снижение госрасходов на создание инфраструктуры. Во-вторых, это развитие частного предпринимательства и активизация бизнеса в новом поле. И в-третьих, это начало предоставления самих услуг населению значительно ускоряется, так как новые объекты будут гарантированно введены в нормативные сроки. Этот же инструмент нужно активно задействовать и в модернизации ЖКХ. Вопрос будет решаться специально созданной рабочей группой под моим руководством. При формировании адресной инвестиционной программы на предстоящий период мы исходили из задачи обеспечения финансированием вводных строек, в первую очередь тех, на которые привлечены федеральные средства. Окончание строительства строительных объектов максимально должны свестись на принципы государственного частного партнерства с привлечением небюджетных средств. При этом задача поиска всех возможных источников небюджетного финансирования была поставлена перед министерствами и при разработке государственных программ, которые увязывают между собой параметры бюджета с основными направлениями. Этот наш принципиальный подход – один из критериев оценки работы госслужащих, так называемый ключевой показатель эффективности. И хотелось бы сказать, что все органы власти с 1 января перейдут на эффективные контракты. Одним из ключевых показателей эффективности, в которых будет объем привлеченных небюджетных средств в экономику нашего региона. И при этом будет учитываться то количество реализованных в отрасли инвестиционных проектов. К разработке такой системы оценки мы уже приступили. Вся работа органов власти должна быть направлена на достижение целей стратегии, а не на их рассеивание. И ключевая цель, в том числе частные инвестиции. Пятое. Что включает новая экономическая политика? Это вывод неэффективных расходов бюджета с целью направления их в перспективе на развитие точек роста стратегии. В своем бюджетном послании Владимир Владимирович Путин отметил, что модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему моменту исчерпала свои возможности. Масштабная работа ведется по оптимизации сети организаций социальной сферы. Но не надо понимать это просто как простое сокращение. Необходимо отказаться от реализации затратных и малоэффективных мероприятий в бюджетной сфере, продолжить преобразование в организации деятельности учреждений, сохранив и улучшив при этом качество оказания услуг. Планируется вывод на аутсорсинг, привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных предприятий, организаций. Уже в текущем году субсидии из областного бюджета получат частные дома-интернаты, что позволит при меньших затратах снизить очередность в действующие учреждения соцобслуживания. В перспективе стоит надеяние новой формы социальной поддержки – это приемная семья для пожилого человека. Серьезный резерв повышения эффективности расходов в здравоохранении – это привлечение негосударственных учреждений к оказанию МИЧА бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Уже сегодня мы используем возможности ряда частных клиник в выполнении программы обязательного медицинского страхования. Одним из перспективных направлений в этом плане является развитие социального предпринимательства. В частности, Омский Центр инноваций в социальной сфере является первым в России и начал свою деятельность в 2011 году. И за два года работы Центр смог привлечь ресурсы для своего развития из различных источников, в том числе и привлек частные инвестиции. В результате в регионе формируется эффективная модель поддержки и развития предпринимательского сектора, ориентированная на осуществление социально значимой деятельности, модель, которую сегодня тиражируют уже по всей стране. Социальная сфера становится все более привлекательной для инвесторов. В настоящее время прорабатываются предложения инвесторов о строительстве нового частного государственного реабилитационного центра, который сможет обеспечить медицинское обслуживание жителей региона с использованием самых современных технологий. Шестое. Развитие региона должно базироваться на технологиях с сегодняшнего дня, а лучше, наверное, с завтрашнего. И при этом все понимают, что устаревшие технологии на первом этапе, наверное, дешевле. Но это работает лишь в краткосрочной перспективе. Поэтому мы должны стимулировать развитие наукоемких секторов экономики. Это нефтехимия, газохимия, оборонно-промышленный комплекс, сектор космических технологий. И в каждом из этих секторов у нас уже есть лидеры национального и даже международного уровня. Они уже имеют хорошие стартовые позиции. Нам нужно усилить эти организации и закрепить их позиции в технологиях. Это даст качественный импульс развитию смежных предприятий, в том числе и малого инновационного бизнеса, трансферу технологий двойного назначения в сферу их коммерциализации. Концепции ключевых кластеров уже в высокой степени готовности будут утверждены до конца года. Главной опорой создания и развития кластеров станет усиление внутренней кооперации и производственных связей местных предприятий. Правительство готово выступить тем необходимым интеграторам и коммуникаторам для обеспечения максимально эффективного процесса взаимодействия. Мы исповедуем курс на открытые инновации. Это обмен технологиями малотоннажного производства узлов и материалов, становление и больше специализацию смежных технологических процессов, сокращение неэффективных внутренних процессов производства, которые сегодня можно заказать у своих соседей. Много разработок сегодня лежат без движения, так как неинтересны для крупных предприятий и порой никому неизвестно об их наличии. Но при этом мы сегодня видим и выявляем потребности в таких идеях у смежников. Мы ставим перед собой цель обеспечить распространение инновационных разработок через механизм создания малых инновационных совместных компаний. Инновационная экономика, производство высокотехнологичной продукции с большей долей добавленной стоимости – это наш вектор дальнейшего развития. Сейчас активно ведется работа по созданию первого технопарка, ориентированного на новые технологии в сфере нефтепереработки, катализаторов, технического углерода и газохимии. Это будет центр прикладной науки и создания современных мировых технологий в отрасли. Для инноваций необходимы ресурсы, а точнее механизмы их привлечения. И здесь венчурный капитал – один из наиболее предпочтительных вариантов. Со следующего года такой фонд в Омской области будет создан. И при этом работа венчурного фонда будет направлена на инвестиции в капитал малых инновационных компаний. На один рубль бюджетных средств венчурного фонда есть возможность по привлечению около трех рублей федеральных и внебюджетных средств. Таким образом, с минимальным объемом около 400 миллионов рублей станет серьезным подспорьем инноваций. Фонд должен заработать. Также мы делаем ставку на инфраструктурную поддержку малых и средних производственных компаний, уже готовых к внедрению современных разработок. В 2014 году будет подготовлено два проекта индустриальных парков и в рамках кластеров нет переработки нефтехимии и высокотехнологичных компонентов и систем. Именно там будут созданы необходимые условия будущим резидентам. Сегодня правительством и промышленными компаниями ведется активный и достаточно успешный поиск резидентов, в том числе иностранных компаний. Новации коснутся и агропромышленного комплекса. Им изменение подхода в государственной поддержке агропромышленного комплекса – это путь повышения эффективности для отрасли. Прежде всего, имеется в виду рост производительности труда, конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках с учетом вступления России в ВТО. Седьмое. В рамках поддержки сектора малого предпринимательства будет продолжено субсидирование по десяти направлениям, в том числе субсидии по договорам лизинга, на оборудование для создания и модернизации производств, субсидии на частные детские сады, а также на развитие проектов по дикороссам. Начинающим предпринимателям также будут предоставляться гранты. Сохранятся в бюджете расходы на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Прежде всего, на развитие Омского регионального фонда поддержки предпринимательства с упором на реализуемый им продукт гарантийного фонда. Это один из самых эффективных сегодня инструментов. С мультипликатором на один рубль капитализации идет привлечение семи рублей кредитных ресурсов для малых и средних компаний. На настоящий момент под поручительство фонда уже выдано почти 4 миллиарда рублей кредитных средств. Восьмое. В этом году региональным мельсельхозам начата реализация программы развития молочного животноводства за счет проведения модернизации, реконструкции и строительства современных высокотехнологичных комплексов. В целях дальнейшего углубления и расширения переработки продукции и растеневодства нам крайне необходимо увеличение элеваторных ямкостей, современных мельниц, предприятий и цехов по переработке крупенных, а в особенности масляничных культур. Одна из важнейших задач – диверсификация сельхозпроизводства, уход от монокультуры пшеницы и в пользу увеличения посевных площадей пивоваренного ячменя, кормовых, вобовых и масляничных культур. Лена долгунца. Идти именно по этому пути сельхозтоваропроизводители вынуждают такие факторы, как нестабильность ценности на зерно и ведение сельскохозяйственной деятельности в зоне рискованного земледелия. Учитывая качественные характеристики сибирского зерна и удаленность от рынка сбыта, мы должны приложить максимум усилий на переработку сырья внутри региона. В связи с этим необходимо развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, что позволит расширить рынки сбыта готовой продукции и насытить ими внутренний рынок. Реализация крупных высокотехнологичных проектов в сельском хозяйстве – это наша ключевая задача. Сегодня мало поддерживать мини-производство на селе. Нужно создавать новые крупные предприятия, в которых есть все для полного цикла производства и выпуска продукции самого высокого качества. Омская область имеет уникальные для России конкурентные преимущества в профиците цельного молока. Правительству ведется активная работа по поиску технологического партнера и инвестора для строительства еще одного крупного молочного завода для переработки 200-300 тонн молока в сутки. Таким образом, мы можем максимально обеспечить его переработку внутри области. Это будет серьезным стимулом оставлять молоко здесь, а не вывозить его в другие регионы. Особое внимание будет уделено предприятиям мясного животноводства, реформированию рыбной отрасли региона. Основной механизм качества нового развития – это создание агропромышленного кластера. Это приобретает огромное значение в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации и принятием новых механизмов внутренней поддержки сельского хозяйства. В 2014 году будет запущен проект внутренней продовольственной помощи населению Омской области, который сконцентрирует средства социальных министерств области на программе стимулирования приобретения продукции местных сельхозтоваропроизводителей, что сможет обеспечить приток в отрасли дополнительно более 4 миллиардов рублей. В рамках этого масштабного проекта также будет создан производственный логистический центр, концепцию функционирования которого сегодня уже прорабатывается. Уважаемые депутаты, мы продолжим реализацию стратегических направлений, модернизации здравоохранения и образования. С 2014 года впервые в программу государственных гарантий вводится новый профиль медицинской помощи. Это медицинская реабилитация, в которой будет оказываться как амбулаторно, так и в центрах восстановительного лечения и специализированных отделениях. Предстоит переход на детализацию территориальной программы, оказание медицинской помощи населению и ее информационного сопровождения, в том числе на уровне каждой поликлиники, каждой больницы. Конкретно, какие процедуры и обследования представляются по полису ОМС, либо за счет бюджета, какие сроки, сколько ждать планов госпитализации. Будет совершенствоваться технология интернет-записи на прием к врачу, автоматизированный учет льготного лекарственного обеспечения. Все это мы должны сделать в течение следующего года. Четкая организация работы всей сети государственных учреждений здравоохранения позволит расшить узкие места и наиболее эффективно использовать имеющиеся материальные и кадровые ресурсы отрасли для повышения качества оказываемых медицинских услуг. Жизнь человека – это, конечно, огромная ценность. Тем более, обеспокоенность вызывает сегодня участившиеся случаи жестокого обращения с детьми. Рост подростковой преступности, но и уже поставленная задача Министерства образования по укомплектованию всех штатов школ штатными психологами и социальными педагогами. Мы должны выстроить систему раннего выявления и практической помощи в решении конфликтной ситуации с детьми, находящимся в социально опасном положении. В сфере образования и дальнейшее развитие получат меры выявления и поддержки молодых талантов и их педагогов, которые сегодня работают с одаренными детьми. Продолжится внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, широкое использование возможностей обучения по индивидуальному учебному плану, дистанционно-образовательных технологий и реализация сетевых проектов. Обучение по программам профессионального образования будет организовано в рамках создаваемой системы отраслевых образовательных кластеров. Научно-исследовательские организации и предприятия региона станут базой практик и получат возможность участвовать в формировании специалиста в соответствии со своими потребностями и перспективами развития. На сегодня эта работа уже ведется, но мы считаем, что ее нужно не только ввести в том формате, который есть, но и расширять это направление. Поэтому дальнейшее развитие сегодня получает проект Омский региональный электронный университет, который объединяет ведущие вузы нашего региона в целях формирования единого научно-образовательного пространства. Совместно с классическим университетом и Омским государственным техническим университетом ведется работа по проектам создания ресурсных центров под программы, заказчиками которых станут промышленные предприятия региона, испытывающие острый дефицит профессиональных кадров. Сегодня достигнуто соглашение со созданием Сибирской академии управления совместно с Корпоративным университетом Сбербанка России с привлечением преподавателей и экспертов международных бизнес-школ. В следующем году, объявленным Годом культуры, в Российской Федерации мы запланировали ряд ключевых мероприятий. На федеральном уровне поддержано строительство Центра культурного развития в Калачинске, объединяющего образовательные, выставочные, театральные зрелищные комплексы, а также современный медиа-центр. Уже осуществляется подготовка к реализации проектов культурного сотрудничества, выставочных, музейных проектов, предусмотрены меры по поддержке культуры села. Предстоит многое сделать для продвижения туристского продукта Омской области, создания необходимой инфраструктуры, развития различных форм туризма, делового, культурно-оздоровительного и экологического. В феврале следующего года область будет презентована на Олимпиаде в городе Сочи. Это хорошая возможность представить мировому сообществу омский потенциал и привлечь его внимание нашему региону. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, общие задачи по развитию региона в целом не будут решаться, если каждый из нас будет видеть только свои проблемы. И для устранения болевых точек, которых хватает на каждом уровне власти, в первую очередь необходимо обратить внимание на имеющиеся собственные резервы. Уверен, мы совместно найдем реальные решения, и они сработают на благополучие Омского приортыша. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok